Мы сейчас об этом поговорим и в заставке к этой программе есть какие-то нумерологические циклы или какие-то вот так называемые отрезки времени, в которых мы все живем. Они очень и очень большие, то есть человеку не укладывается в голове, на нашей памяти каких нет. Но это с точки зрения какой-то вот из космоса, будем так говорить, или там из Вселенной, и где записано, в общем-то, все то, что происходит у нас на Земле, в галактике, Вселенной и так далее. Вот давайте мы об этом поговорим. И это связано, что самое интересное, с продолжительностью жизни человека. Как вот в нашу деградационную эпоху Кали-Югу, которая длится, самая маленькая, кстати, эпоха, самая продолжительность этой эпохи, самая маленькая, 432 тысячи лет. И в эту эпоху люди живут в 80, ну максимум там 100 лет. Это считается долгожителем. А всего одну эпоху назад люди жили тысячу лет. Вот у меня сразу туда вопрос к Игорю. А как там рассчитывались жизненные циклы, допустим? Они рассчитывались там, или сегодня это только прерогатива нашей Кали-Юги? И как бы нам продвинуться вот каким-то образом, хотя мы движемся туда. То есть продолжительность жизни должна неуклонно увеличиваться. Вот как связать вот эти этапы нашей жизненной пути и вот саму продолжительность нашей жизни? Понятен вопрос? Да, да, вопрос понятен, Майкл. Попробую ответить. Исходя из того, что я знаю, я 30 лет изучаю ведическую традицию, ведическую культуру. И также знаком с этой хронологией. Кали-Юга длится 432 тысячи лет. А предыдущая эпоха, добавляем еще 432, делась 864 тысячи лет. И как правильно Майкл сказал, в эту эпоху люди жили тысячу лет. Ну и ведические писания говорят о том, что эти тысячу лет они проживали так, как мы с вами проживаем эти 100 лет. Поэтому есть такой интересный момент. Время при переходе от эпохи к эпохе, оно носит субъективный характер. И веда говорится о том, что каждое живое существо проживает свою жизнь, как, скажем так, 100 своих лет. В предыдущую эпоху люди проживали тысячу лет, но, по сути дела, для них 100 лет длилось, как наш, один год. В этой связи не так, скажем, интересно то, что они жили дольше, чем мы. А интересно то, что они использовали свою жизнь правильно. То есть ценность их жизни была, получается, в 100 раз выше, чем ценность нашей жизни. Поэтому они жили тысячу лет. Эпоху, которая была перед этим, это так называемый Серебряный век, сейчас Железный век, перед этим был Медный век, перед этим Серебряный век. В Серебряную эпоху люди жили 432 тысячи лет умножить на 3, да, это там получается миллион двести там с лишним лет. И опять же, ценность их жизни еще на два порядка была выше, то есть в 100 раз ценнее была их жизнь. Миллион двести девяносто шесть, и люди жили 10 тысяч лет. Да, люди жили 10 тысяч лет. Спасибо, Майкл, что это надо цифры смотреть. Просто добавляем. А вот в первую эпоху, которую я называла Сати Юга, Золотой век, люди жили вот этот миллион двести девяносто шесть тысяч лет, плюс еще 432 тысячи лет. Это получается там миллион семьсот с лишним тысяч лет. И они жили, получается, уже по 100 тысяч лет. Представляете? То есть продолжительность жизни человека 100 тысяч лет. Вот это жизнь. Опять же, почему? Потому что ценность их жизни была еще в 100 раз выше, чем в следующую эпоху. Ну, в следующую эпоху. Опять же, конечно, в каждую из эпох можно было рассчитывать циклы жизненные и, естественно, смотреть, что они собой представляют, как они характеризуются. Но вот как для меня, то что мне интересно. Каждая из этих эпох, как говорят веды, отличается определенным уровнем благочестия. То есть почему люди в Золотой век, в Сати Югу жили так долго? Потому что они в своей жизни опирались на четыре принципа. Это четыре принципа Дхармы или как бы четыре принципа духовности. Первый принцип – это аскетизм, второй принцип – чистота, третий принцип – милосердие, четвертый – правдивость. И в эту эпоху люди были максимально благочестивыми, и они свою жизнь использовали с максимальной пользой. Поэтому они жили по 100 тысяч лет. И при переходе от одной эпохи к другой, один из принципов вот этой духовности или религии, он утрачивался, исчезал. Поэтому как только вместо четырех принципов осталось три, то есть первый, который ушел, это аскетизм исчез. Как только люди потеряли это качество аскетизма, отошли от этого принципа жизни, от аскетизма, началась серебряная эпоха, и продолжительность их жизни сократилась со 100 тысяч до 10 тысяч лет. Но в их жизни остались еще три принципа. То есть чистота, милосердие и правдивость. В следующую эпоху, в Медный век, чистота ушла, осталась милосердие и правдивость. И мы живем в ту эпоху, когда из четырех столпов, скажем так, духовности, мне это слово больше нравится, или религии, или дхармы, поведом, да, остался всего один столб. То есть одна опора – это правдивость. И в той степени, в которой эта опора исчезает в жизни общества, продолжительность жизни людей будет сокращаться. Веды говорят о том, что в конце Кали-Юги люди будут жить 25, максимум 30 лет. Из 100, которые им отведено, в принципе, в эту эпоху. Почему? Потому что постепенно будет нарастать эта деградация. Люди отойдут от принципов дхармы. Да, вот и тогда нам будет очень легко считать жизненный цикл. Их не будет много, будет один, каких-то там 20 лет. Полнейшая деградация, люди будут кушать других людей. Это прямиком в эту каннибализм эру. Рост их будет сколько? 40 сантиметров, 35? Да, да, да. Ну, 50 сантиметров просто. Это удивительно. Но это и есть описание. Вот, Игорь, вот расскажите, а откуда это все известно? Люди спрашивают. Как мы это знаем? Вы в это верите? Вот как мы в такие вещи поверим? Спасибо. Спасибо.